Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Спасибо. Прошу вас. Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, граждане России, сегодняшнее послание будет, разумеется, соответствовать и времени, и условиям, в которых мы живем, тем задачам, которые перед нами стоят. Но прежде всего хочу поблагодарить всех вас за поддержку, за единение и солидарность в судьбоносные моменты, когда решается очень многое для будущего нашей страны. В этом году мы вместе прошли через испытания, которые по плечу только зрелой, сплоченной нации, по-настоящему суверенному и сильному государству. Россия на деле доказала, что способна защитить своих соотечественников, с честью отстаивать правду и справедливость. Наша страна сделала это благодаря вам, граждане России. Благодаря вашему труду и тем результатам, которых мы добились вместе, благодаря вашему глубокому пониманию смысла и значимости общенациональных интересов, мы осознали неразрывность, цельность тысячелетнего пути нашего Отечества. И мы верим в себя, в то, что многое можем и всего добьемся. Конечно, мы не можем сегодня не сказать о тех исторических событиях, которые произошли в этом году. Как известно, в марте этого года в Крыму состоялся референдум, на котором жители полуострова явно заявили о своем желании присоединиться к России. Затем последовало решение Крымского парламента и, подчеркну, абсолютно легитимного, не надо об этом забывать, избранного еще в 2010 году решения Крымского парламента о независимости. И, наконец, произошло историческое воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Для нашей страны, для нашего народа это событие имеет особое значение, потому что в Крыму живут наши люди, и сама территория стратегически важна, и потому что именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного российского государства. Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Серсонесе, или как его называли русские летописцы, Корсуне, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь. Наряду с этнической близостью, языком и общими элементами материальной культуры, общей, хотя и не очерченной тогда устойчивыми границами территории, нарождающейся совместной хозяйственной деятельностью и властью князя, христианство явилось мощной духовной объединяющей силой, которая позволила включить в формирование единой русской нации и образование общей государственности самые разные по крови племена и племенные союзы всего обширного восточнославянского мира. И именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом. И это дает нам все основания сказать, что для России Крым, Древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение, так же, как и Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм. Именно так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда. Уважаемые друзья, сегодня, конечно, нельзя не сказать и о нашей оценке событий на Украине. Нельзя к этому не вернуться. О том, как мы намерены строить отношения с партнерами во всем мире. Хорошо известно, что Россия не только поддержала Украину и другие братские республики бывшего СССР в их стремлении к суверенитету, но и в значительной степени способствовала этому процессу на рубеже 90-х годов. С тех пор в нашей позиции ничего не изменилось. Каждый народ имеет неотъемлемое, суверенное право на собственный путь развития, на выбор союзников, форма политической организации общества, построение экономики и обеспечение своей безопасности. Россия всегда относится к этому и будет относиться с уважением. Это в полной мере касается и Украины, братского украинского народа. Да, мы осудили государственный переворот, силовой захват власти в Киеве феороле этого года. И то, что мы видим сейчас на Украине, трагедия на Юго-Востоке полностью подтверждает правильность нашей позиции. С чего все началось? Я вынужден напомнить сегодня об этом. Трудно даже поверить, с чего все началось. Казалось бы, с технического решения президента Януковича перенести подписание договора об ассоциации Украины с Евросоюзом. При этом, подчеркну, речь шла даже не об отказе от этого документа, а только о переносе сроков с целью его доработки. Это было сделано, напомню, в полном соответствии с конституционными полномочиями абсолютно легитимного и международно признанного главы государства. Как в связи с этим можно поддержать вооруженный захват власти, насилие, убийство? Одни кровавые события в Одессе, чего стоят, когда людей сжигали заживо. Как можно поддерживать последовавшие затем попытки с помощью вооруженных сил подавить людей на Юго-Востоке, несогласных с этим беспределом? Повторю, как можно это поддержать? Причем под лицемерные разговоры о защите международного права и прав человека. Это просто чистый цинизм. Уверен, сам народ Украины еще даст этим событиям справедливую оценку. И как изначально складывался наш диалог с американскими и европейскими партнерами по этой теме? Не случайно упомянул наших американских друзей, так как они впрямую или из-за кулис всегда влияют на наши отношения с соседями. Иногда даже не знаешь, с кем лучше разговаривать. С правительствами некоторых государств или напрямую с их американскими покровителями и спонсорами. В случае с соглашением об ассоциации Украины с ЕС вообще не было никакого диалога. Я уже об этом говорил. Нам было сказано, что это, мол, не ваше дело. Если говорить по-простому, по-народному. Просто послали подальше. Все доводы по поводу того, что Россия и Украина члены зоны свободной торговли СНГ, что у нас исторически сложившаяся глубокая кооперация в промышленности и сельском хозяйстве, фактически единая инфраструктура, эти аргументы никто не хотел не только рассматривать, но даже слушать. Тогда мы сказали, хорошо, если вы не желаете вести с нами диалог, то мы вынуждены будем защищать наши законные интересы в одностороннем порядке и не будем платить за ошибочную, на наш взгляд, политику. Результат. Договор между Украиной и Евросоюзом подписан, ратифицирован, но применение его торгово-экономического раздела отложено до конца следующего года. Значит, в целом мы были правы и спрашивать, ради чего все это было сделано на Украине, ради чего совершили госпереворот, ради чего стреляли и до сих пор стреляют и убивают людей. По сути, разрушили экономику, финансы, социальную сферу, разорили страну. Сегодня нужно не политиканствовать, не раздавать громогласные пустые обещания, а оказать помощь экономике Украины. Разумеется, под реформы. Однако чего-то не вижу, что наши западные коллеги горят желанием это делать, а нынешние киевские власти решать проблемы своих граждан. Кстати говоря, Россия внесла уже огромный свой вклад в поддержку Украины. Здесь еще раз скажу. Наши банки проинвестировали в Украину около 25 миллиардов долларов уже. Минфин России выдал кредит в прошлом году еще 3 миллиарда. Газпром прокредитовал экономику Украины еще на 5,5, даже со скидкой, которую никто не обещал, на 4,5 миллиарда долларов. Посчитайте, сколько это все вместе будет. Это 32,5, 33,5 миллиарда долларов. Вот только за последнее время. Но, конечно, мы вправе задаться вопросам, ради чего вся эта трагедия на Украине случилась. Разве нельзя было уладить вопросы, даже спорные вопросы, в ходе диалога, в рамках правового поля и легитимных процессов. Однако нас сейчас всеми силами пытаются убедить в том, что это и есть грамотная, взвешенная политика, которой мы должны бездумно и слепо подчиняться. Этого не будет. Если для ряда европейских стран национальная гордость, давно забытое понятие о суверенитет, слишком большая роскошь, то для России реальный государственный суверенитет – абсолютно необходимое условие ее существования. Прежде всего, это должно быть очевидным для нас самих. Я хочу подчеркнуть, или мы будем суверенными, или растворимся, потеряемся в мире. И это, конечно, должны понять другие державы, все участники международной жизни должны это понять. И, понимая, укреплять роль и значение международного права, о котором мы так много говорим в последнее время, а не подстраивать его под нормы, его нормы под чьи-то конъюнктурные интересы, вопреки основополагающим его принципам и здравому смыслу, считая всех вокруг малообразованными людьми, которые не умеют читать и писать. Надо с уважением относиться к законным интересам всех участников международного общения. Только тогда не пушки, ракеты или боевые самолеты, а именно нормы права будут надежно защищать мир от кровопролитных конфликтов. И тогда не потребуется пугать кого бы то ни было, мнимой изоляцией, обманывая самих себя, или санкциями, которые, конечно, вредны, но вредны для всех, в том числе и для тех, кто их инициирует. Кстати, о санкциях. Это не просто нервная реакция США или их союзников на нашу позицию в связи с событиями и госпереворотом на Украине. И даже не в связи с так называемой «Крымской весной». Уверен, что если бы всего этого не было, я хочу это подчеркнуть, уважаемые коллеги, особенно для вас, для политиков, для тех, кто в зале сидит сегодня. Если бы всего этого не было, то придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать растущие возможности России, повлиять на неё, а ещё лучше использовать в своих интересах. Политика сдерживания, придуманная не вчера, она проводится в отношении нашей страны многие-многие годы, всегда, можно сказать, десятилетиями, если не столетиями. Словом, всякий раз, когда кто-то считает, что Россия слишком стала сильной, самостоятельной, эти инструменты включаются немедленно. Однако разговаривать с Россией с позицией силы бессмысленно. Даже тогда, когда она сталкивается с внутренними трудностями, как это было в 90-х и начале 2000-х годов. Мы хорошо помним, кто и как в тот период практически в открытую поддерживал у нас сепаратизм и даже прямой террор. Называл убийц, у которых были руки по локоть в крови, не иначе, как повстанцами. Принимал их на самом высоком уровне. Вот сейчас эти повстанцы опять проявили себя в Чечне. Уверен, местные ребята, местные правоохранительные органы достойно справятся. Именно они сегодня работают по ликвидации очередной вылазки террористов. Поддержим их. Но еще раз скажу. Мы помним, как в высоких коридорах на высоком уровне принимали террористов как борцов за свободу и демократию. Уже тогда стало ясно, что чем больше мы отступаем и оправдываемся, тем больше наши оппоненты наглеют и ведут себя все более цинично и агрессивно. Несмотря на нашу беспрецедентную открытость тогда, готовность к сотрудничеству по самым, казалось бы, острым вопросам, Несмотря на то, что мы рассматривали, и вы все об этом знаете и помните, наших вчерашних противников, как близких друзей и почти союзников, поддержка сепаратизма в России из-за бугра и информационная, и политическая, и финансовая, и по линии спецслужб была абсолютно очевидной. И не оставляло сомнений в том, что нас с удовольствием пустили бы по югославскому сценарию распада и расчленения со всеми трагическими, вытекающими отсюда последствиями для народов России. Не вышло. Мы не позволили. Так же, как не вышло и у Гитлера, который со своими человеконенавистническими идеями собирался уничтожить Россию и отбросить нас за Урал. Надо бы всем помнить, чем это заканчивается. В следующем году мы будем отмечать 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Наша армия сокрушила врага, освободила Европу, но и о тяжких поражениях 1941-1942 годов нельзя забывать, чтобы не повторять ошибок в будущем. В связи с этим затрону вопрос из области международной безопасности. Их этих вопросов немало. Здесь и борьба с терроризмом, и мы до сих пор сталкиваемся с этими проявлениями. И мы, конечно, будем принимать участие в совместной работе по борьбе с терроризмом на международном уровне. Конечно, будем вместе бороться с другими проблемами, такими как распространение инфекционных заболеваний. Но в данном случае хочу сказать о наиболее чувствительном и серьезном вопросе в сфере международной безопасности. Начиная с 2002 года, после одностороннего выхода США из договора по противоракетной обороне, который являлся абсолютно кроеугольным камнем международной безопасности, и стратегического баланса сил и стабильности, продолжается настойчивая работа по созданию глобальной системы про США, в том числе и в Европе. Это представляет собой не только угрозу безопасности России, но и для всего мира, как раз в силу возможного нарушения этого самого стратегического баланса сил. Думаю, что это вредно и для самих США, поскольку создает опасную иллюзию неуязвимости, усиливает стремление к односторонним, часто, как мы видим, непродуманным решениям и дополнительным рискам. Мы много говорили на этот счет. Не буду сейчас вдаваться в детали. Скажу только одно. Но, может быть, даже повторюсь, мы не намерены втягиваться в дорогостоящую гонку вооружений, но при этом надежно и гарантированно обеспечим обороноспособность нашей страны в новых условиях. Сомнений в этом нет никаких. Это будет сделано. И возможность, и нестандартные решения у России есть. Добиться военного превосходства над Россией ни у кого не получится. Наша армия современная, боеспособная, как сейчас говорят, вежливая, но грозная. Для защиты нашей свободы у нас хватит и сил, и воли, и мужества. Мы будем отстаивать многообразие мира. Будем доносить до людей за рубежом правду. Чтобы все видели настоящий, подлинный, а не искаженный, фальшивый образ России. Активно продвигать деловые и гуманитарные контакты, научные, образовательные, культурные связи. И делать это даже в тех условиях, когда правительства некоторых стран пытаются выстроить вокруг России чуть ли не новый железный занавес. Мы сами никогда не пойдем по пути самоизоляции, ксенофобии, подозрительности поиска врагов. Это все проявление слабости. А мы сильны и уверены в себе. Наша цель – приобрести как можно больше равноправных партнеров, как на Западе, так и на Востоке. Будем расширять свое присутствие в тех регионах, где сейчас набирают силу интеграционные процессы. Где не смешивают политику и экономику, а наоборот снимают барьеры для торговли, для обмена технологиями и инвестициями, для свободного передвижения людей. Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся сворачивать наши отношения с Европой, с Америкой. При этом будем восстанавливать и расширять традиционные связи с югом американского континента. Продолжим сотрудничество с Африкой, со странами Ближнего Востока. Мы видим, как стремительно в последние десятилетия продвигается вперед Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия, как Тихоокеанская держава, будет всесторонне использовать этот громадный потенциал. Хорошо известны и лидеры, локомотивы глобального экономического развития. Среди них немало наших искренних друзей и стратегических партнеров. С 1 января 2015 года в полном объеме начнет работать Евразийский экономический союз. В чем его базовые принципы? Напомню, прежде всего, это равноправие, прагматизм и взаимное уважение. Это сохранение национальной самобытности и государственного суверенитета всех стран-участностей. Убежден, что тесная кооперация станет мощным источником развития для всех участников Евразийского союза. И в завершении этой части послания еще раз скажу. Здоровая семья и здоровая нация, переданные нам предками традиционные ценности в сочетании с устремленностью в будущее, стабильность как условия развития и прогресса, уважение к другим народам и государствам при гарантированном обеспечении безопасности России и отстаивание ее законных интересов – вот наши приоритеты. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые друзья, уважаемые граждане России, закончу сегодняшнее послание тем, с чего и начал. В этом году, как это не раз бывало в судьбоносные моменты истории, наш народ ярко продемонстрировал и национальный подъем, и жизненную стойкость, и патриотизм. А сложности, с которыми мы сталкиваемся, создают для нас и новые возможности. Мы готовы принять любой вызов времени и победить. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok